ну что доброе утро сейчас 7 23 утра вид из окна у нас примерно вот такой чесались руки ночью не мог понять от чего сейчас он понял что номере есть комары уже убил двоих не знаю сколько их еще здесь тоже убитые комары их били до нас и по видимо будет быть и после нас в номере есть аж три кровати получается односпальная односпальная двухспальная сказали что вроде как потерять нам никого не должны профессионализма же мелочах кроется вот в таком состоянии например находятся стены этот пол конечно симпатично очень но это плитка на реально холодная нам советовали люди которые жили уже здесь в гору в отеле брать второй этаж 2 или 3 потому что на первом плитка она холодная нам не дали ни второй ни третий этаж персонал вообще не понимает русского языка и близко среди принимающей стороны там ни одного человека на ломаном английском поговорили ни о чем не договорились номер есть вот такие тапочки ну видно понятно что одноразовый этот сразу треснул если посмотрим туда здесь примерно так вот все выглядит сейчас включится свет опоздал было слышно соседей не говорили по-турецки гостиницы все-таки то ли учебите потому что слышно было отчетливо громко много звукоизоляции на тоже так себе здесь снежный санузел такая раковина здесь есть фен розетка розеток на самом деле мало наверное штуки 3 и вообще все все честно говоря вот она выглядит неплохо но она абсолютно все на соплях за что не признется банально душу этот его повесить не получается мало того что нужно раздолго пытаемся вешать сейчас вот эта пластмассина она просто останется у меня в руке душ ломаный как очень многое в этом отеле все льется в разные стороны у них тут и менять его нечем то же самое потолке если там покопаться там будет плесень это брелок от номера соответственно я снял отсюда ключи на прикол состоит в том что когда он стоит здесь электричество в номере есть но стоит этот брелок и забрать с собой ведь и электричество вырубается абсолютно все таким образом вчера не получалось заряжать не камеру не powerbank и поэтому пришлось включить снять брелка и брелок оставить здесь для того чтобы вновь и при электричество что касается вот этих плафонов на самом деле они тоже здесь приколы висят если мы туда посмотрим лампочек нет внутри лампочек нет как бы вообще и в номере если мы вот в этот плафон посмотрим там вообще шуткая туалетная бумага запихана или салфетка давайте будем надеяться что это салфетка но и предела на ней все видно из плюсов отеля это его расположение потому что мы находимся в фатихе все-таки это очень важно когда ты на длительное время куда-то приезжаешь быть в центре или хотя бы рядом с центром города и по идее у нас должны быть завтраки если мы сейчас посмотрим вот туда на угол я попробую увеличить вот там написано гору это входная группа отеля то есть кроме вот этой маленькой полосочки вообще никаких опознавательных знаков мы мимо отеля прошли вчера раза три или четыре поскольку там еще и по-русски никто не понимал и на отель честно говоря не очень было похоже они находятся там в том здании нас разместили в этом здании я потом выйду покажу по поводу розеток это беда на самом деле вот у нас есть электрический чайник нет ни удлинителя не розеток толком потому что например сюда под телевизор он не дотягивается пришлось его кипятить в ванне где есть розетка под фен или под что он там сделано одна розетка есть вот за этой кроватью на ней заряжал powerbank сегодня по моему он так до сих пор не зарядился опять же есть электрический чайник нет ни одной кружки чашки номере есть даже сеть на самом деле но сейф этот натуральная приколюха я забыл его показать допустим мы ввели здесь код для того чтобы его активировать он пишет не open но как его открыть после этого мне на самом деле пока не представляется возможным и все соответственно надо будет разбираться потому что местных спрашивать вообще с этим сейфом делать тогда мы запихали ноутбук собственные паспорта некоторые из экрана которые обычные как их оттуда извлечь пока не ясно ну ладно она с номера оказывается крыса под этой кроватью в номере стояла какая-то тарелка пластиковая одноразовая я ничего выбрасывать не стал вот эта тарелка которая стоит под кроватью для того чтобы травить неприятно было думать на эту тему но по номеру бегут уши пока все это дело происходило пришла девушка с ресепшен хотя бы там ее ни разу не видели может быть она хозяйка там или же жена хозяина может просто говорить давайте переезжайте потому что поскольку у вас мышь в номере живет а мы ничего не можем сделать и просто предлагаем съехать соседний корпус нам есть комната вот эти вещи мышь сгрызла и сгрызла короче мой носок я его пока что вот так вот замотал потом новый купить или если зашить да ладно все окей нормально все можно выходить так чтобы выrat и не думаете вот этот счет такой вот эта главная уголь думал что это была особенность сейчас я уже читал ну а я не могу у меня есть это очень у меня слышно у меня есть 601 просто чудо здесь даже есть стол которого нам так не хватало до розеток больше отлично кондиционер тоже есть до вид из окна на вход где мы раньше жили туалет смывается от кнопок здесь можно сразу проверить на работоспособность замечательно есть полочки раковина большая в этот раз это круто она правда трещина и пошла но ничего страшного судя по всему это трещина когда кран ворачивали передавили немножко я тебе скажу что у нас завтраки соседи комнате по сути вот по лизинке подняться наконец-то да наконец-то поселили нормальный номер блин спасибо на самом деле грызуно нет такой фигни что свет вырубается когда мы выходим из помещения обратила внимание тоже на свет он вмонтирован в потолок правда не все работают ну и ладно ресепшн она сказала 24 часа в сутки работает кстати у нас из номера теперь видно городскую башню если вдруг тебе интересно это